Добрый день, дорогие друзья! Мы получили свой заказ. Это домашний автоклав Малиновка 4. У нас 35 литров. Сегодня сделаем вместе с вами распаковку, видеообзор. Покажу, как собрать данный автоклав. Расскажу, как он работает. Вместе сделаем обзор. Выясним все плюсы и минусы, если их найдем. И, конечно, приготовим что-то вкусненькое. Ну что, открываем нашу посылку. Вот такой фирменный скотч у них. Сейчас посмотрим, что там у нас находится. Сверху у нас идет кассета для баночек. Их тут несколько штук. Есть верхние и нижние. Все будем собирать. Расскажу. Это приспособление для крышки. Все возможные клапаны. Тоже сейчас изучим. Следующая у нас крышка. Она овальная. Тут есть специальные пазуки. Очень удобно вставляется. Расскажу все про крышку. Она снабжена вот силиконным вот таким колечком. Расскажу, для чего нужен. Далее у нас идут спицы для того, чтобы собрать нам наши кассеты, где будут держаться баночки. И сама кастрюля. Она из нервовейки. Очень тяжелая. Значит, стенки у нее толстые, дно тоже толстое. То есть, это большой плюс уже. Сейчас вытащу из коробочки и мы продолжим. Кастрюлю я освободила от коробки. На дне коробки был еще держатель для крышки. Тоже очень тяжелый. Сталь толстая. Поэтому тоже еще один плюс. Ну все, теперь собираем. Приступаем к сборке кассеты, которая будет держать наши банки. Кассета состоит из пяти дисков. Самый жесткий это нижний диск. Это вы увидите. Дальше берем два комплекта шпилек с гаечками и барашками. Все это откручиваем. Мы с вами выбрали самый толстый диск. Это будет нижний диск. В него вставляем шпильки и закрепляем с двух сторон гайками. Их закрепляем жестко. Далее устанавливаем выбранные нами банки. И следующий диск будет крепиться на высоте выбранных банок. Вставляем в прорези. И закрепляем. Усилия здесь не применяем для того, чтобы наш диск не деформировался. Иначе наши банки, которые мы заполним, смогут разгерметизироваться. Далее мы берем второй комплект наших шпилек, которые с толстыми трубочками. Берем диск, где широкие отверстия. Переворачиваем его и вставляем наши шпильки. Так проделываем с тремя отверстиями. Вставили. Далее будет собираться в такой последовательности. Второй диск. И верхний будет с ручкой. Все это зафиксируем сверху барашками. Второй диск у нас будет крепиться также на высоте баночек. Соединяем две части нашей кассеты. Получается вот такая конструкция. При установке банок на определенный ярус, выбираем банки только одной высоты. Далее собираем нашу крышку. Нам необходимо будет установить клапан аварийного сброса давления. Снимаем хомут. Устанавливаем. Закрываем. И закручиваем. В комплекции на крышке есть манометр. Будем следить за давлением. А также имеется электрический термометр. Вот мы смотрим за температурой. Наша крышка овальная. Держаться на кастрюле она будет с помощью специального держателя. Будем устанавливать. А далее под давлением есть силиконовая прокладочка, которая прекрасно работает. Бак у автоклавы имеет сливной кран. Который мы будем устанавливать на фум-ленту. Все это идет в комплекте. Сам бак изготовлен из пищевой нержавеющей стали. Толщина стенки 1,5 мм. Крышка и дно 2 мм. Швы сварные находятся на стенках бака. Ниже на 2 см, чем стык. И это будет предотвращать разрывы и протекание при приготовлении под воздействием температуры и давления. Дно у бака со специальным лазом. Что нам это дает? Это увеличивает жесткость его. И предотвращает возможность деформации под воздействием той же самой температуры и давления. Значит, изготовлено дно холодной штамповкой. Ну и как вы поняли, автоклав предназначен для готовки продукции питания под давлением 3 бара и температуры 120 градусов. При такой температуре убиваются все бактерии, которые находятся и в овощах, и в мясе. Готовить здесь можно как тушенку из мяса, так же рыбные консервы, овощные супы. Использовать можно стеклянную тару и жестяную. Что еще хочется сказать? Что продукция, которая в нем приготовится, она остается вся полезная и хранится в течение 3 лет. То есть при правильном хранении вы можете в течение 3 лет употреблять в пищу. В комплекте также идет инструкция, по которой вы сможете собрать ваш автоклав. Здесь есть какие-то даже рецепты и овощные, и мясные. Поэтому пробуйте, используйте. Автоклав может использоваться на любой плите. Это может быть газовая плита, электрическая, индукционная, а также при необходимости на открытом огне. Ну что, дорогие друзья, первое, что мы будем готовить в автоклаве Малиновка 4, это будет у нас гречка с говядиной. Я взяла банки 800 граммовые, первая партия у нас будет небольшая, всего 8 баночек. Мне понадобилось 2 килограмма говядины, чуть поменьше килограмма гречки, 2 лука, 2 моркови. Как я укладывала баночки, вниз горошек душистый, лавровый листик и буквально вот такой небольшой слой говядины. Небольшими кусочками нарезано. Далее укладываем гречку, сверху овощи и еще один слой мяса. Гречку перед этим я замочила прям часа на 3-4. Она у меня хорошо разбухла. Это необходимо для того, чтобы знать, какой объем она займет. Если у вас нет времени столько замачивать, тогда просто доведите ее до кипения и выключите. Готовить полностью не надо. Сверху мы положим какие-то желаемые вами специи. У меня это будет вкусная соль. Но если вы добавляете специи, то обычной соли чайную ложку без горки. Можно чуть-чуть, прям столовую ложку добавить воды. Укладываем все наши продукты не плотно и не прям не взрез, да? Вот буквально до плечиков баночки. Закрываем крышками, ставим в автоклав и готовим. Наши банки мы плотно закрыли крышками и установили в кассеты. Диски прижали достаточно плотно, но так, чтобы он не деформировался. У нас получилось два яруса. Сейчас мы их соединим и уберем в автоклав. Наш автоклав начал свою работу. Крышку мы закрыли. Температура растет. Мы выбрали метод приготовления на пару. Он немного отличается от метода приготовления на воде. Тем, что до температуры 90 градусов клапан должен быть приоткрыт. Приготовление наших банок успешно закончилось. Автоклав остыл. И теперь мы можем доставать наши кассеты и дегустировать. В этот момент хотелось бы вам напомнить, что при любом выбранном вами приготовлении, либо на воде, либо на пару, в кастрюлю необходимо обязательно добавлять лимонную кислоту. Для этого достаточно одной чайной ложки. Для того, чтобы предотвратить выделение налета, накипи на кастрюлях и других деталях. Ну что, достаем наши банки. Вот, все целые. Раскручиваем барашки. И вынимаем баночки. Вот она наша вкуснота. Банки закрыты очень сильно. Я еле открыла. Ну что, давайте посмотрим, какое у нас здесь мясо. Морковка хорошо приготовилась. Мясо тоже довольно мягкое. Посмотрите, как отделяется. Ну и гречка тоже. Вкус, конечно, зависит от того, сколько вы посолите, какие приправы вы любите, сколько их добавите. Успешного приготовления!